Кристина Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин», вышедший на экраны в прошлом году, рассказывает о турне этого советского клуба по Великобритании. Московского «Динамо» в 45-м году. Верно. Вокруг кино за 200. Экранизация этой пьесы Эдмона Ростана получила 10 премий «Сезар». Абсолютный рекорд. За главную роль сыграл Жерар Депардье. Все равно это биржрак. Дальше. Олимпийские игры за 400. Этот город первым в истории принял и летние, и зимние Олимпийские игры с интервалом в 14 лет. Может быть, это Париж? Нет. Зимних игр в Париже не было. Это Пекин. И дело было, соответственно, в 2008 и 2022 годах. Олимпийские игры за 200. Художник вспоминал, что пояс из Олимпийских колец для этого своего героя увидел во сне. Это Чижиков вспоминал об Олимпийском мишке. Верно. Олимпийские игры за 600. В 1988 году эта немка стала единственной в истории обладательницей золотого большого шлема, выиграв и все четыре турнира большого шлема и Олимпийский турнир теннисисток-одиночниц. Это Штефе Граф. Браво. Олимпийские игры за 1000. Абутэй аукцион. 1100 у Ивана, 1300 у Кристины, 2800 у вас, Дмитрий. 1300. Внимание, вопрос. Во время Олимпийских игр 1908 года в Лондоне епископ Этельред Талбот произнес проповедь, вдохновившую Пьера де Кубертена на эти слова. Ну, кажется, там сказано было, главное не победа, а главное участие. Совершенно верно. Давайте узнаем, от кого сегодня вопросы. Давайте. Здравствуйте, я космонавт Антон Шкаплеров. И сегодня я хотел бы задать участникам своей игры несколько вопросов про то, как наша страна осваивала космос. Вопросы от космонавта Антона Шкаплеров за 400. В 1960 году первые кандидаты на космический полет поначалу тренировались на спортивной базе этого клуба на территории Центрального аэродрома имени Фрунзе. И лишь через три месяца переехали в Звездный городок. Иван, может быть, это крылья советов? Нет. Ну, ЦСКА там, по-моему, находится. Вера. Вопрос от космонавта Антона Шкаплеров за 200. Тренажер «Океан» в Центре подготовки космонавтов предназначен для обучения космонавтов правильным действием именно в этом случае. Иван? В невесомости? Нет. Ну, если приводняться они в воду. При посадке в океан, да. Вопрос от космонавта Антона Шкаплеров за 600. 30 октября 1967 года спутники «Космос-186» и «Космос-188» впервые осуществили в космосе именно это. Что же? Стыковку. Верно. Вопрос от космонавта Антона Шкаплеров за 800. Название этой птицы стало позывным космонавтом номер 2 Германа Титова. А Марио Оланд был такой. Точно так. Вопрос от космонавта Антона Шкаплеров за 1000. В 1968 году в космическом корабле «Зон-5» эти животные первыми облетели Луну. Выбор был обусловлен тем, что им не нужен большой запас кислорода. Они могут полторы недели ничего не есть и находиться как бы в анабиозе. Да и размерами не так уж велики. Что это за животные? Это среднеазиатские черепахи. Вокруг кино за что-то. В основу фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» легла вымышленная история об этой голливудской звезде. Главную роль сыграл сам актер. Николас Кейдж. Совершенно верно. Вокруг кино «Тысяча». Этот фильм о двух белорусских партизанах, попавших в руки полицаев, первым из советских был удостоен на Берлинском кинофестивале приза «Золотой медведь». По-моему, «Восхождение» такая. Фильм Ларисы Шипитько «Восхождение». Верно. «Вокруг кино за 800». Этого любителя бешеной езды в 1979 году сыграл Мел Гибсон, а в 2015 году Том Харди. «Безумный Макс». Вы правы. «Кольца за 800». «Памятный знак-символ нулевой километр «Золотого кольца» установлен в этом областном центре». «Ярославль». «Верно». «Композиторы тысяча». «Партию этой героини «Свадьбы Фигара» Моцарт писал специально для оперной дивы Анны Старача». «Сюзанна». «Верно». «Кристина». «Учение «Свет 600». «В 1771 году группа башкирских промышленников во главе с Исмогилом Тасимовым обязалась платить на содержание этого петербургского заведения по половине полушки с каждого пуда поставленной руды». Ну, видимо, Петербургский университет. Нет. Это горное училище, позже горный институт, ныне Санкт-Петербургский горный университет. Учение «Свет 400». В рассказе Льва Толстого «Филиппок» учитель велел мальчику сложить по слогам именно это. И тот сложил. «Может быть, имя Филиппок». «Совершенно верно, его собственное имя». «Иван». «Кольца за тысячу». «После общения с беспечным русским ямщиком Бисмарк заказал кольцо с этим словом и в трудные моменты с оптимизмом повторял его по-русски». «Авось» «Нет». «На просьбу ехать быстрее ямщик говорил «ничего». Перевернув сани в снег, ямщик тоже говорил «ничего». На кольце было слово «ничего». «Кольца 600». «Директор Царско-сельского лицея Егор Энгельгард подарил на память первым выпускникам кольца, выплавленные из этого предмета, подававшего сигнал к началу занятий». «Может быть, это колокольчик был?» «Колокол, да». «Кольца за 400». «За мгновение до начала его полной фазы наблюдается краткий, но красивый эффект бриллиантового кольца». «Солнечное затмение». «Верно». «Кольца за 200». «Котнышки». «7,5 тысяч у вас, 1700 у Кристины, 2700 у Ивана». «Кристина». «Кристина». «Тема «Люди и птицы». Ставка? «Тысяча». «Внимание на экран». «Голуби на памятнике этому художнику выглядят органично. Немало времени и сил он уделил продвижению идеи всеобщего мира». «Я полагаю, это Николай Рерих». «Это Николай Рерих». «Совершенно верно». «Композиторы 600». «Этот француз написал за свою жизнь около сотни оперет, самые известные из которых Перекола и Орфей в аду». «Аффенбах». «Аффенбах». «Жак Аффенбах». «Жак Аффенбах». «Верно». «Композитор за 400». «Через два дня после блистательной премьеры «Отелло» в театре этого города, Джузеппе Верди стал его почетным гражданином». «Может быть, Милан». «Милан, верно». «Премьера прошла в Ласкало». «Композитор за 200». «После разгромной статьи «Сумбур вместо музыки» Дмитрия Шостаковича обвинили в профнепригодности, лишили звания профессора и уволили из обоих этих заведений». «Консерватории. Московская и Ленинградская, наверное». «Точно». «Учение. Свет. 200». «В немецких школах именно эта оценка считается наивысшей». «Один». «Единица. Да, наихудшая. Шесть». «Ну что ж, второй раунд завершен. Давайте подведем его итог». «2 700» у Кристины, «3 700» у Ивана, «7 900» у Дмитрия. Впереди третий раунд. «Аплодисменты». «Медвижение».